Представьте себе. 1 ноября 1962 года, высота 25 тысяч метров над землей, температура за бортом минус 61 градус. Два человека в гермошлемах готовятся прыгнуть в бездну стратосферы. У каждого парашют. Что бы вы почувствовали, узнав, что один из них вернется живым и станет рекордсменом, а второй погибнет, хотя его парашют раскроется идеально. Долгие годы подробности эксперимента звезда были засекречены, но сегодня мы расскажем правду о том, как трещина в стекле толщиной в волос стоила жизни человеку, чей опыт должен был спасти первых космонавтов. История началась весной 1961 года, когда Юрий Гагарин совершил свой легендарный полет. Весь мир ликовал, советская пропаганда трубила о триумфе. Но Сергей Павлович Королев не спал ночами. Он знал то, чего не знал никто. Гагарин вернулся живым отчасти благодаря удаче. Спускаемый аппарат Востока не имел системы мягкой посадки. На высоте 7 километров космонавт катапультировался и спускался на парашюте отдельно от капсулы. А что если отказ произойдет раньше? Что если космонавту придется катапультироваться не на 7 километрах, а на 20 или 30? В стратосфере, где воздух настолько разрежен, что обычный парашют не раскроется, где температура минус 60, а давление в десятки раз ниже земного? Никто в мире не знал ответа на эти вопросы. И Королев решил узнать. Для эксперимента отобрали двух опытнейших парашютистов-испытателей. Полковник Петр Иванович Долгов, 43 лет, начальник отдела воздушно-десантной службы ВВС. За плечами 1409 прыжков. 1409. Человек, который знал о парашютах все. Который сам дорабатывал конструкцию нового экспериментального парашюта, испытывал его полгода, вносил изменения. Для него этот прыжок должен был стать 1410. Вторым был майор Евгений Николаевич Андреев, 33 лет. Молодой, азартный, готовый на любой риск. Его задача была еще безумнее. Прыгнуть с 25 километров и не раскрывать парашют до высоты 900 метров. 4,5 минуты свободного падения на скорости 900 километров в час. Почти скорость звука. Никто никогда не делал ничего подобного. Можете представить, что чувствовали их жены. Жена долгого знала, муж совершал тысячи прыжков и всегда возвращался. Но на этот раз что-то тревожило ее. Она просила Петра Ивановича отказаться. Говорила, «У тебя два сына. Подумай о них». Долгов обнимал ее и отвечал, «Это моя работа. Это важно для космонавтики. Я не могу подвезти Королева». 17 октября 1962 года на аэродроме в Вольске, неподалеку от Саратова, начали готовить стратостат «Волга». Это был огромный воздушный шар из тончайшей прорезиненной ткани. Гондола для двух человек, герметичная, с системой жизнеобеспечения, приборами, радиосвязью. В днище шлюзовой колодец. Через него с помощью катапульты должен был вылететь Андреев. Через обычный люк выпрыгнет Долгов. 31 октября, накануне старта, произошел инцидент, о котором потом долго будут спорить. Технический персонал проверял скафандр Долгова. Все было в порядке. Но кто-то заметил, на гермошлеме, на прозрачном забрали, есть крошечная трещина. Волосяная, почти невидимая. Через нее в стратосфере начнется разгерметизация. Что бы вы сделали, обнаружив такой дефект? Отложили бы старт? Заменили шлем? Перепроверили все еще раз? Так и предлагали некоторые инженеры. Но кто-то из руководства принял роковое решение. Трещина слишком мала. Скафандр выдержит. Времени на замену нет. Эксперимент должен состояться завтра. Королев ждет результатов. Программа не терпит задержек. Долгову сказали о трещине. Долгие годы это оставалось тайной. Одни утверждали, да, сказали, и он сознательно пошел на риск. Другие клялись, нет, скрыли, чтобы не создавать лишнего стресса. Правду теперь уже не узнать. Боковник Долгов молча надел шлем с трещиной и приготовился к прыжку. 1 ноября в 7 часов 44 минуты стратостат оторвался от земли. Медленно, величественно поплыл вверх. Долгов и Андреев сидели в тесной гондоле, следили за приборами, переговаривались по радио с землей. За иллюминаторами небо меняло цвет. Сначала голубое, потом бледно-голубое, потом сине-фиолетовое. Наконец, черное. Черное небо среди бела дня. Они находились на границе атмосферы и космоса. Два часа подъема. На высоте 28 640 метров стратостат остановился. Это была максимальная высота. Выше подняться невозможно, шар больше не тянет. С земли пришла команда. Начинайте эксперимент. Андреев забрался в шлюзовой кологец. Его сердце бешено колотилось. Впереди свободное падение длиной в 24,5 километра. 4,5 минуты, когда ты летишь вниз быстрее гоночного автомобиля. Когда воздух настолько разрежен, что невозможно дышать без кислородной маски. Когда один неверный жест, и ты потеряешь ориентацию, начнешь вращаться. Не сможешь раскрыть парашют. Катапульта сработала. Андреев вылетел из гондолы, словно пробка из бутылки. Мгновение, и он уже падает. Земля где-то далеко внизу, но приближается с чудовищной скоростью. Ветер ревет в ушах, хотя воздуха почти нет. Тело крутит, вертит. Но Андреев справляется. Он тренировался для этого месяцами. 270 секунд свободного падения. Высотомер показывает 900 метров. Время. Андреев дернул кольцо. Парашют раскрылся. Мягкий толчок. Замедление. Живой. Он приземлился в степи, снял шлем, упал на траву и зарыдал от облегчения. Ему было 33 года, и он только что установил мировой рекорд, который не побит до сих пор. Но самое страшное было впереди. Через 78 секунд после Андреева из гондолы выпрыгнул долгов. Его план был другим. Раскрыть парашют сразу и медленно спускаться 38 минут. Проверить, как поведет себя парашют в стратосфере. Выдержит ли ткань купола разреженный воздух и экстремальные температуры. Парашют раскрылся идеально. Автоматика сработала безупречно. Долго в повис на стропах, начал медленно спускаться. С земли за ним следили через бинокли. Все шло по плану. Вертолеты сопровождения уже летели к месту предполагаемой посадки. И тут произошло то, что заметили не сразу. Долгов висел на стропах слишком неподвижно. Не пытался управлять парашютом, корректировать направление. Просто висел, как кукла. Когда вертолеты подлетели ближе, пилоты увидели страшную картину. Полковник Долгов мертв. Парашют исправен, стропы целы, купол раскрыт, но человек на них. Труп. Что произошло? Эти слова потрясли всех присутствующих на разборе полетов, когда эксперты огласили результаты вскрытия. Разгерметизация скафандра на большой высоте. Трещина в гермошлеме. На высоте 25 километров давление внутри скафандра в десятки раз превышает внешнее. Воздух начал выходить через трещину. Долгов пытался зажать ее рукой, но это невозможно. Давление слишком велико. Через несколько секунд давление внутри скафандра сравнялось с внешним. Кровь Долгова начала закипать. Буквально. При таком низком давлении температура кипения воды падает настолько, что жидкости в организме переходят в газообразное состояние. Это называется эбулизм. Человек умирает за считанные секунды в страшных муках. Парашют раскрылся автоматически. Система сработала идеально. Но управлять парашютом было уже некому. Петр Иванович Долгов погиб на высоте около 20 километров. А его тело спускалось на парашюте еще 30 с лишним минут. 1410 прыжок стал последним. Можете представить, что чувствовал Андреев, узнав о смерти товарища. Он был жив благодаря тому, что прыгнул первым и быстро спустился. А Долгов погиб, выполняя, казалось бы, более безопасную задачу. Андреев винил себя годами. Говорил, если бы я настоял на замене шлема. Если бы мы отложили старт. Если бы... Семья Долгова узнала правду не сразу. Сначала пришла похоронка. Погиб при исполнении служебных обязанностей. Подробностей не сообщали. Гриф секретности. Жена и сыновья не знали, что именно произошло. Только через много лет, когда эксперимент рассекретили, они узнали всю правду. Узнали о трещине в шлеме. О том, что ее обнаружили накануне. О том, что могли заменить, но не заменили. Но трагедия Долгова не была напрасной. Эксперимент «Звезда» дал космонавтике бесценные данные. Доказал, что человек может катапультироваться из стратосферы и выжить. Что парашюты работают даже в разреженном воздухе. Что скафандры нужно проверять с особой тщательностью. Малейший дефект смертелен. После эксперимента все космические скафандры начали проверять в барокамерах, имитирующих условия стратосферы. Малейшая трещина, малейшая неплотность, скафандр бракуется. Эти правила спасли жизни многим космонавтам. Когда в 1965 году Алексей Леонов совершил первый выход в открытый космос, его скафандр раздулся так, что он еле влез обратно в люк. Но скафандр не разорвался, не дал течи. Потому что его проверили так тщательно, как не проверяли шлем Долгова. Сам эксперимент повлиял на конструкцию космических кораблей. Стало ясно. Катапультирование из стратосферы возможно, но крайне опасно. Нужна система мягкой посадки, чтобы космонавты могли оставаться в капсуле до самой Земли. 12 октября 1964 года корабль «Восход» с тремя космонавтами впервые совершил мягкую посадку. Владимир Комаров, Константин Феоктистов и Борис Егоров остались в капсуле и приземлились вместе с ней. Опыт Долгова помог создать эту систему. Долгие годы имя Петра Долгова было засекречено. О нем не писали в газетах, не снимали фильмов. Слава досталась космонавтам, а парашютисты-испытатели остались в тени. Только в 2003 году, 40 лет спустя, случайно нашлась кинопленка с записью эксперимента. Она хранилась у кого-то дома, не попала в официальный архив, который потом сгорел при пожаре. На пленке поминутная съемка всей операции. Подготовка, взлет, прыжки, приземление Андреева. Сегодня в Вольске, где проходил эксперимент, стоит памятник Долгову. Скромная стела с барельефом. Местные жители приносят цветы, особенно 1 ноября, в годовщину той трагедии. Андреев, проживший до глубокой старости, каждый год приезжал сюда. Стоял у памятника, плакал. Говорил, прости, Петя, прости, что ты, а не я. История эксперимента двух парашютов – это урок о том, что в космонавтике не бывает мелочей. Волосяная трещина в стекле стоила человеческой жизни. Решение проигнорировать дефект обернулось трагедией. Но эта трагедия научила следующие поколения быть внимательнее, тщательнее, осторожнее. Каждая погибшая жизнь – это цена, которую человечество заплатило за право летать к звездам. Если эта драматическая история о том, как дублер не спас того, кто должен был жить, заставила задуматься о цене прогресса и важности внимания к деталям, поставьте лайк этому видео. Напишите в комментариях, как думаете, кто виноват в гибели Долгова? Те, кто не заменил шлем или система, которая торопила с экспериментом? Подписывайтесь на канал «Вспомним СССР». Впереди еще много историй о людях, чьи жертвы проложили дорогу в космос. Спасибо, что были с нами.